У меня сегодня, мне позвонила мама и сказала, короче, у меня есть тетя, тетя Таня, это единственный родственник, с которым я мог разговаривать, не скрывая, не скрывая все темы. Тетя Таня плюс рэп. Тетя Таня плюс рэп до какого-то момента был от меня, я прям с ней мог разговаривать, это тот человек, который, это из моей семьи человек, родная тетя, и это тот человек, с которым я на улице вышел, типа, мы там что-то сидели у родителей, что-то мама поругала с тетей Таней, тетя Таня ушла, я с тетей Таней тоже спустился вниз, она стоит закуривать сигарету, я говорю, а дай мне тоже, она говорит, да на. Я вот с тетей Таней стою, курю сигарету, типа, стою, то есть она настолько, понял, лояльный человек, что вот, ну, наверное, неправильно, типа, давать... Неправильно, что это. Для меня, для подростка, это было важно, что чел открытый в этом плане. Лёха, а если бы, а если бы была машина времени, ты бы телепортировался в тот момент, задал бы себе по рукам и сказал бы, стой. Нет, я бы покурил, я бы покурил. Я бы сам с собой покурил, да, я бы сказал бы себе, что вот, и станешь популярным стримером. Да, так бы сказал бы. Ну, короче, вот, она, вот был тот самый человек, с которым можно было вот разговаривать откровенно, этот единственный человек из семьи и родственников, который был похож на простого человека, вот реально из мира, вот этого, ну, простой. Знаешь, хотелось бы, чтобы родители были такими. Вот, и в моменте, когда я уже стал стримером, мы с ней очень сильно поругались из-за того, что я, поскольку она просто охуенная тетя, и вот я поймал, насколько она угарная, насколько с ней весело было бы попиздеть, я пригласил ее на стрим, я ей объяснил, что это за хуйня, и она мне пишет, что, типа, ты, типа, там, ты меня, блядь, хочешь клоуном выставить, и вот такое, прям в суперхуевом контексте она мне там написала. Я ей тоже там что-то написала, и мы, короче, после этого мы ни разу не общались. Прошло уже два с чем-то года, и мне мама сегодня написала, позвонила, сказала, что у нее инсульт. А, или инфаркт сердца, или инсульт, инфаркт сердца, да. Каючка, спасибо за рель большое. Каюч, спасибо большое. Солнышко ты наш, парадеющий, точнее, солнышко. Ну вот, короче, жалко, жалко ее, конечно, но она всю жизнь с 15 лет курит сигареты. Типа, она курит очень много, там, по две пачки в день, ей 65 лет, ну, это пиздец, вы сами понимаете, что и до этого у нее несколько лет назад был инфаркт уже, ей сказали, что нужно бросить курить, иначе все, типа, и она не бросила ее точно так же, типа, курил по две пачки сигареты. Ну и вот, типа, такая тема, инфаркт сердца в реанимации находится. Мои прогнозы неутешительные, я думаю, ее не станет в течение нескольких дней, потому что все-таки повторный инфаркт. Ну, она тоже не нагоняет здоровье ей. Ну, просто, типа, не, я бы хотел, конечно, чтобы у нее все было хорошо, естественно, но, типа, блядь, тут реальность, вы понимаете, что это пиздос. Я про свою тетю весь что говорю, про свою тетю, которая всю жизнь курит, ей 65 лет, ты вот, которой я несколько лет назад поругался, мы не общаемся, не общались, вот, что мне все равно сказал, что у нее инфаркт случился. Надеюсь, что с ней все будет хорошо, но, блядь, когда человек курит, и тем более в таком возрасте, и уже вот такие вот моменты случаются, инфаркт, это очень серьезная хуйня. Наверное, у меня отец курил по три пачки в день, я помню, с ним ездил в Питер на операцию, ходить нормально не мог, он проходил там один этаж наверх, и за сердце хватался, хуево ему было. Да, и вообще жестко. И вот, из-за сигарет ему делали по три пачки в день, хуярил. А сейчас же не курит? Не, не курит, и, блядь, хотя хуярил, наверное, но пить перестал. Блядь, как твой отец выглядит, я не помню, ты какого-то кидал чела, но это не твой отец, фейковал, блядь. Вот как отец фреймтемера выглядит, я охуел вообще. Такой крендель усатый, я просто охуел. Слушай, ну он такой, он уже как дед выглядит, не знаю, сейчас найду фотку, может быть. У меня батёк, это, ну вот, я прям на него похож, дайте. Не, я не похож, я на мать похож. Это мне Саня Парадеевич и Саня Фреймтемер на ДРе подарили айфончик. Последний, молодёжный. Да, я не знаю. Избранная, у меня там должна быть фотка семьи. Зря, зря, зря зашёл в избранную, блядь, фотоплёнку. А чё тебе там? Затильтовал. Понял. Не могу найти видео, что сомчат. Нашёл батька. Старая, старая фотка. Ему тут 20, бля, ебать, это он в моём возрасте, что ли? Да, это вот он, походу, да, он только с армии вернулся. 22, ахуй, это он в моём возрасте. Хотите, покажу? Я уже показывал, но я показывал нехумилу. Похож чем-то, нет? Ну да, есть. Вот за лысины. Вон у него тоже начинались. Какая-то из фильма подмена. Из фильма подмена, я видел этого актёра. Актёр, это мой отец. А вот ещё вот это. Кучу раз говорил про дядю Володю, что у меня был дядя, который был такой прям член семьи, я его пиздец любил, уважал. И мы в деревне всегда ездили, вот эта фотка из деревни в машине. Вот снизу это я, пиздюшоныш. Справа это мой брат и дядя Володя. Видите, по лицу понятно, что это ебанутейший добряк и весельчак. Люди с серьёзными заболеваниями, сердце даже живут. Если они лечатся, они могут прожить долго. И в любом случае, как будто, даже если тебе осталось жить там не 30 лет, не 40, даже может там не 20, ещё меньше, может даже не 10, то как будто это идеальное время, чтобы что-то сделать, чтобы пытаться что-то реализовать, найти в себе силы и реально попытаться что-то сделать. Но, конечно, принять то, что человек умирает, это тяжело. Особенно то, что ты умираешь, это я хуй знает, как можно принять. Но я знаю, что можно. Да, это жёстко. Какое чувство сейчас, когда не курил столько? Ничего в жизни у меня не поменялось, просто я не курю. Долго не куришь? Уже больше 20 дней, насколько я знаю. Лёша, расскажи про Лерку Вафом, что с ней? Мы с Лерой не общались очень давно, мне кажется. Мне кажется, последний раз я её видел. Мы общались полгода назад, если не больше. Не знаю, что. Надеюсь, у неё всё нормально. Просто, ну, типа, просто не особо контактируем. Итак, мы с ней знакомы. Как только вот я начал стримить, у меня было очень-очень мало онлайна. То ли я к ней на стрим зашёл, что-то начал описывать чат. Ну, как-то так. Что-то горали, потом по ИРЛ вместе по стриму. То есть, я её прямо знаю с самого начала. И она меня знает с самого начала стримерства. Лёха, смотрю тебя ещё со времён, когда ты стримил с борщом. Очень жёстко. Лёха, что делать, если пропали чувства к девушке? Поговорить с ней об этом? Ну, нельзя ни в коем случае просто моментально, типа, воп, тлился. Ты должен, как мужчина, сказать, что вот это произошло. Попытаться возобновить чувства. Либо, если ты уже понял, что тебе это не нужно, просто поговорить с ней и прямо сказать. Но не быть уёбком, который, типа, делает вид, что что-то вроде всё нормально, но делает какие-то поступки, совершает ебаны, от которых ты будешь спадать. В шесть вечера я вышел из дома в последний раз и пошёл пешком в центр Москвы, не зная, зачем. Я просто... Зашёл в ресторан на последние 4000 рублей, так как был уже пьян и там сидел темер, я подошёл. Время, спасибо большое за 30. Чё ты говоришь, Горилла? А, брат, я в подпойду чё-то мне пиздальше. Давай, родничок, сладких тебе снов желаем. Давай, хорошего стрима, я сейчас буду смотреть твой стрим и засыпать. Спасибо, Броза. Давай не проспи только завтра. К тебе приеду, разбужу тебя, наверное. Или просто приеду к тебе и вместе поедем. Давай, давай, можем так. Может, прям с утра рано, если ты прям рано проснёшься, можешь приходить и меня будить, дверь стучать. Я пропуск сейчас сделаю на утро тебе. Сделай, но я буду стримить ещё с утра. А, тогда я проснусь всё равно. А сколько ты будешь стримить? Нам же два надо быть там. Да, часов одиннадцать запущу, если проснусь. Ну ладно. Посмотрим-ка. Бля, сейчас-то мне стрёмно спать на стриме. Потому что последние несколько дней мне снится просто пиздец ебучий. Я не уверен, что я это не пробублирую, блядь. Хотя он даже понятия не имел, что у меня и что я хотел всего лишь одного ответа. Бро, спасибо тебе большое. Но все мы просто люди, как и ты. И у каждого человека есть свои проблемы. Каждый человек может случайно попасть под горячую руку. Каждый человек может быть неправильно понят и так далее. У каждого человека есть своя зона комфорта. У каждого человека есть, не знаю, ты не должен думать, что тебе кто-то что-то обязан. Ты это понимаешь? Граница, да, у каждого человека есть. Лёх, тебе пошло быть вожатым в лагере. В смысле, зубрил этим, от которого все прячутся, нахуй, и курят втихаря от него. Лёха, Лёх, дай мотивации. Лёха, расскажи про свои татуи. Есть ли в планах сделать новое? Хорошего стрима родной. Нет ни одного тату-мастера, которому бы я хотел сходить сейчас в Москве. К сожалению. Если бы я нашел, увидел того, к кому хочу сходить, я бы сразу пошел и захуячил бы себе кучу татуировков. Немного о мотивации. Каждый раз, когда в жизни у тебя происходит что-то трёмное, что-то неприятное для тебя, какой-то этап, какой-то период в твоей жизни, в котором тебе максимально некомфортно, в котором тебе больно, тебе отвратительно, и ты не знаешь, когда это закончится, ты думаешь, что жизнь несправедлива, тебе очень хуёво в этом состоянии, да? Ну, происходит какой-то пиздец. Чаще всего ты не думаешь о том, что это закончится. Но если сейчас осматриваться назад, ты понимаешь, что каждый раз, когда эта хуня наступала, она проходила. И жизнь циклична. Оно типа наступает и проходит. Пошли нахуй жизнь! Пошла нахуй жизнь! Делай то, что делаешь, и пошла нахуй жизнь! Вот. Как вам мотивация? Всё плохое, пошло нахуй всё плохое. Всё хорошее, оставайся. Какая мотивация, Коля? Я, блядь, настолько ослаб, что опять таблетки ебашу. Какая мотивация?